Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Приветствую всех. Сегодня у нас очень интересная тема. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о Царстве. Главный стих, Евангелие от Матфея, 13 глава, 34 и 35 стихи. Давайте прочитаем вместе. «Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Досбудется речённое через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира». Для начала я хочу дать определение понятию притчи. Богословы говорят, что притча — это история, которая скрывает в себе урок и зачастую значение скрыто за символизмом, присутствующим в притче. Я всегда думал, что притчи впервые были использованы Иисусом Новым Заветцем как метод учить народ. Однако у Иезекииля в 17 главе 2 стихе сказано, что пророк использовал притчу. Это была история о двух орлах. Один из орлов символизировал Вавилонское царство. Иезекииль был первым человеком, который использовал слово, которое в нашем переводе звучит как «притча». У Матфея сказано, «Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира». Это цитата из 77-го псалма, где Давид говорит, «Открою уста Мои в притче и произнесу гадание из древности». Гадание здесь в переводе с древнееврейского «тайные сказания» или, говоря языком Нового Завета, «притча». Возникает вопрос, почему Господь решил, что будет лучше проповедовать истину о Царстве Божьем с помощью притча. В книге притчей в 25 главе сказано, «Слава Божия — облекать тайное дело, а слава царей — исследовать дело». В Новом Завете Дух Святой открыл Павлу семь различных тайн, которые были скрыты от создания мира. Он говорит об этом в 1-м послании Коринфянам 2-й главе 7-м стихе. «Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». То есть, от создания мира Бог скрывал эти тайны до определенного времени. Конечно, наибольшей тайной является день и время, когда Господь вернется на эту землю. Этого не знает ни один человек и даже ангелы Божии. Это знает только Отец. То есть, это тайна, которая скрыта до сегодня. Иоанн добавляет к этому еще одну уникальную вещь в Книге Откровения. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Как вы знаете, манны символизируют Слово Божие. Поэтому определенные вещи скрыты в манне Слова Божьего. Именно это мы будем исследовать сегодня, и я верю, что вы узнаете много нового. Вскоре я объясню вам, что мы сегодня будем делать. А поговорим мы о семи притчах, повествующих о Царстве Божьем, и поговорим о том, как мы можем их применять. Поэтому не пропустите уникальный материал этого урока. Библия говорит нам, что Бог утаил сие от так называемых мудрых и разумных «Я открыл то младенцам». Об этом говорится у Матфея в 11 главе, 25 стихе. И в 13 главе сказано «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Это касается и Книги Откровения. Она полна всяческих символов. К примеру, там говорится о драконе. Два свидетеля, названы светильниками. Женщина верхом на звере — это тоже символ, и мы должны с помощью Писания расшифровать, что скрывается за этими символами. Я лично верю, что книга Откровения, написанная Иоанном, когда он был изгнан на остров Патмос, полна символов именно для того, чтобы скрыть ее истинную суть от римских воинов, от римской охраны на острове. Только представьте, они берут в руки его свиток, читают и начинают смеяться. «Да он сумасшедший!» Однако свиток так и дошел до наших дней. Итак, мы понимаем, что притча — это история, за которой скрыт какой-то урок, порой в виде символов. Почему так важно искать в Писании скрытые смыслы? Разве не может Писание иметь буквальное значение, а не скрытый смысл? И, кстати, воспринимать Писание буквально — это первое правило герминавтики. Толкование Писания. Не нужно искать скрытый смысл, если смысл и так сразу понятен. Но если использованы символы, если это притча, то в этом есть скрытый смысл, и мы должны задаваться вопросом. Для чего в это заложен скрытый смысл? Притча 1 глава 5 и 6 стихи помогает нам понять, для чего он послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Под загадками имеется в виду то, что было как бы скрыто во тьме. Просто стоя на месте, вы не сможете постичь эту тайн. Вам нужно зайти глубже в неизведанное, чтобы вы смогли понять, что скрывается за символами в данной притче. Притчи — это важные уроки, за которыми скрываются пророческие откровения. Но сегодня мы зададимся вопросом. О чем говорят притчи о царстве? Это семь притч, рассказанных Христом в 13 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе и вплоть до 52. Заметьте, что большинство истолкователей Библии выделяют именно эти семь притчей как притчи о царстве, и при этом важна их последовательность. Интересно и число притчей. Их не три, не пять, их семь. Число семь вызывает особый интерес. А почему? Ну, во-первых, в Откровении, во второй и третьих главах мы видим послание семи церквям в Малой Азии. Это территория современной Турции. В Малой Азии явно было гораздо больше, чем семь церквей. Почему же посланий церквям не двадцать, не восемнадцать? Почему именно семь? Ведь в то время, когда Иоанн писал книгу Откровения, существовали сотни церквей. Во-первых, это были самые крупные, самые знаковые церкви, и апостол Иоанн участвовал в их служении. Поэтому Господь выделил эти семь церквей для иллюстрации, для того, чтобы представить их в видении Иоанна в Апокалипсисе. И также упоминаются семь пасторов или семь блюстителей этих церквей. Во второй и третьей главах Откровения говорится, «И ангелу такой-то церкви напиши». Но это еще не все. Почему же все-таки семь церквей? Есть очень интересная теория. Послушайте ее внимательно. Дело в том, что многие исследователи Библии согласны с тем, что каждая из представленных семи церквей также символизирует период в истории. В этот период церковь Христа имела характеристики, перечисленные в Письме Иисуса к определенной церкви в книге Откровения, второй и третий главах. Поэтому историю церкви можно поделить на семь временных отрезков. Это очень интересно. Эти временные отрезки идут именно в том порядке, какой мы видим в книге Откровения. Что я хочу этим сказать? Эти семь церквей действительно существовали, но это еще не все. Бог представляет эти церкви в определенном порядке. Он начинает с церкви в Ефесе, вот как исследователи Библии называют соответствующие церковные периоды и отрезки времени, в которые они существовали. Церковь в Ефесе, апостольская церковь, которая существовала с 30 по 100 год нашей эры. Вторая церковь, которой, пишет Иоанн, это церковь Смирни. Это гонимая церковь. Гонения на христиан начались еще во времена написания Нового Завета. Этот церковный период имел место с сотого года по 312 год. Третья упомянутая церковь, это церковь Смирни, это римская церковь. Она начала существовать при императоре Константине и просуществовала приблизительно с 313 по 600 год. Ее характеристика соответствовала тому, что Иоанн писал церкви в Пергаме во второй и третьей главах Откровения. Затем идет церковь Феатири. Это темные века, средневековье. Продлился этот период с 600 по 1517 год. И с этого момента церковь начала соответствовать характеристикам церкви в Сардисе. Это период реформации. Вам нужно прочитать, что Христос говорил этой церкви, чтобы понять суть. Прочитайте обличение Господа и какая награда ждет побеждающего, и вы поймете, почему богословы разбили историю церкви на эти 7 периодов церкви. Итак, это период реформации, которую начал Мартин Лютер в период с 1517 по 1700 год. Разумеется, вы понимаете, что речь идет о нашей эре. Итак, следующей церковью была миссионерская церковь. Это была церковь Филадельфии. Миссионерская работа началась приблизительно в 1648 году и продолжалась вплоть до 21 века. И 7-й церковный период это церковь в Лаоди-Кии. Это седьмая церковь, в которой Христос обращает свое послание. Мы все знаем, что это теплая церковь. Господь говорит, ты не холоден, не горяч. Именно в этом временном отрезке мы с вами и живем. Сейчас время Лаоди-Кийской церкви. Давайте приступим к семи притчам о царстве. Если вы знаете меня, вы знаете, что я люблю долгие вступления. Мне важно положить в основании этого учения четкое понимание, что такое притча. Семь притчей о царстве также идут в последовательности, которая указывает на семь периодов, через которые будет проходить церковь за свою историю от начала церкви до ее вознесения. Сейчас мы будем рассматривать притчи о царстве одну за другой, и что здесь действительно важно, это что я не даю эти притчи в разброс. Крайне важен порядок их следования друг за другом. Я прошу вас быть максимально внимательными. Это уникальное учение. Я еще никогда не проповедовал об этом. Это действительно захватывающий материал. В притчах о царстве, в Евангелии от Матфея, 13 главе. Первая притча о сеятеле и четырех типах почвы. Затем Иисус говорит о плевелах и пшенице. Это вторая притча, 13 глава, с 24 по 30 стих. После этого Христос рассказывает притчу о горчичном зерне. Это очень короткая притча. Христос говорит, что горчичное зерно в итоге вырастает в огромное дерево. Дальше по порядку еще одна очень короткая притча о закваске. И пятая по порядку притча, это притча о сокровище, спрятанном на поле. Эту притчу мы находим в 44 стихе 13 главы Евангелия от Матфея. Шестая притча о жемчужине, за которую купец заплатил высокую цену. Это 45 и 46 стихи. Но я хочу обратить ваше внимание на последнюю, седьмую притчу. Это притча о сети и рыбе. Мы поговорим о каждой из этих притчей. Мы сейчас не будем с вами читать каждое из этих мест за неимением времени. Но я прошу вас потом самостоятельно прочитать каждую из этих притчей. Я постараюсь прокомментировать каждую из них. Но перед этим я хотел бы дать вам утверждение Христа, которое многие относят к восьмой притче о Царстве. Я лично считаю, что это не притча, а дополнительное утверждение Христа. В нем мы находим описание событий, которые будут предшествовать возвращению Христа. Это крайне важно. Это совершенно новый материал, поэтому я по-особенному вдохновлен. Итак, мы начинаем. Давайте поговорим об истории церкви длиною в две тысячи лет и о том, что из этого скрыта в притчах Христа. Евреи обычно практикуют четыре слоя толкования, при этом четвертый слой предусматривает разгадку тайны. Четвертый слой — это слой тайн. Мы как раз этим сегодня и займемся. Я очень взволнован. Итак, первая притча — притча о сеятеле. Человек вышел сеять семя. Он сеет в разную почву. И его цель — чтобы семя проникло в почву и пустило корни. Сейчас мало кто сеет вручную, но для тех времен этот пример был весьма актуален. Интересно, что Иисус говорит «вышел сеятель сеять семя». А в Евангелии от Марка 4 главе 14 стихе говорится о том, что под семенем имеется в виду Слово Божие. Интересно, что в греческом языке слово «семя» — это слово «сперма». То самое слово, которое мы используем для обозначения мужского семени, необходимого для зачатия новой человеческой жизни. Для этого сперма должна соединиться с яйцеклеткой женщины. И тогда в утробе женщины происходит зачатие. Поэтому, когда вы читаете о семени, помните, что это не просто какое-то зернышко, но это семя жизни. А почему греки в данном контексте употребляют слово «сперма»? Потому что сперма имеет силу творить, и в семени, в маленьком зернышке тоже есть эта сила. Вы знаете, что если семя упадет в землю и умрет, оно сможет пустить корень, и из него прорастут новые плоды. Впритче, семя падает на каменистую почву, падает при дороге, падает в тернии, то есть в типы почв, которые едва ли смогут принести добрый плод. семена там навряд ли прорастут. И также семя падает в добрую почву, где оно сможет принести добрые плоды. Первый слой причем семя падает на каменистую почву, где не сможет пустить корень. Второй слой семя падает в тернии, где всякие бурьяны окутывают его, и поэтому выросшее семя едва ли долго проживет. Когда мы читаем о семени, упавшем в добрую почву, мы видим, что оно принесло плоды. Иное в 30 крат, другое в 60 и третье во 100 крат. Для того, чтобы семя произрастило много плодов, важно, сколько туда проникает солнце, насколько влажная почва, ну и так далее. Растение сможет разрастись и принести действительно обильный плод, будь то овощ или любое другое растение. И я хочу показать вам одну очень любопытную таблицу. В ней четыре типа почвы указывают на четыре вида человеческого сердца. Эти сердца слышат Слово Божие, и они либо принимают его, либо отвергают. Четыре типа почвы. Почва придороги, каменистая, терния и плодородная почва. Почва придороги — это ожесточенное сердце, которое означает отсутствие духовной жизни. Эти люди слышат Слово Божие и не принимают его. Они не верят в то, что слышат. Мы с вами не раз встречали таких людей. Второй тип почвы — это каменистая почва. И это уже не ожесточенное сердце, а сердце, в котором нет корня. Другими словами, этот человек живет поверхностной жизнью, не становится зрелым, не изменяется в лучшую сторону, он просто существует. Такие люди слышат Слово Божие, но оно не приносит им жизни. Я называю их воскресной толпой. Они приходят в церковь ради галочки и никогда не открываются для того, чтобы по-настоящему принять Бога в свое сердце. Они называют себя христианами, но в их жизни нет плода. Третья почва тернистая. У этих людей мирское сердце. Их больше интересуют заботы этого мира и накопление богатства. Эти заботы поглощают семя слова, и человек остается духовно бесплодным. это предушенная жизнь. Все, что их окружает, высасывает из них жизнь, и как следствие они не могут быть творческими, не могут быть успешными, исполняя Божий труд. Четвертый цепь почвы — это плодоносная почва. Это праведное сердце. эти люди принимают Слово Божие и приносят Богу добрые плоды. Бог благословляет их семьи, а также делает их рук. Вы можете прочитать благословения, какие Бог дал еврейскому народу в Торе. Они также относятся к этому виду почвы, однако я хочу показать вам, что в этой притче упоминаются виды почв, которые мы видим у Галилейского моря. Перед вами территория недалеко от горы, мы можем увидеть здесь вулканические породы. Это каменистая почва. Также здесь много тернистых кустов. И как мы читаем в притче, что птицы прилетают и съедают семена, также здесь мы видим, как птицы прилетают и уничтожают посевы. Здесь мы находим все типы почвы, перечисленные в притче о сеятеле, который вышел сеять семя. На самом деле он вышел сеять семя Слова Божьего. Если мы попробуем сравнить первую притчу с первым периодом в истории Новозаветной Церкви, то какой период эта притча представляет собой? Я бы сказал, она представляет период апостольской церкви. Это период с 32 года до 100 года. Это приблизительный год смерти апостола Иоанна. Это апостольская эра церкви. Для этого периода в истории церкви характерно то, что семя Слова Божьего начало сеяться, начало распространяться по всему миру. К примеру, в 6 главе Деяний Стефан проповедовал, но в итоге его побили камнями до смерти, потому что дьявол украл семя Слова Божьего из сердец тех, кому он проповедовал. В притче птицы склевали семя, они украли семя из почвы. Так же сделал и дьявол. Люди, слушающие Слово, обозлились и убили Стефана. В это время Саул Старса сторожил одежду убивающих Стефана. Впоследствии он обратился в веру и стал апостолом Павлом. Затем в 26 главе Книги Деяний царь Агриппа услышал Слово и почти уверовал, но поскольку он слишком любил мир, семя Слова в нем не выросло. Это пример того, как кто-то, услышав Слово, сначала уверовал, но поскольку семя не пустило корня в его сердце, человек тут же потерял веру. Это 26 и 28 главы Деяний. А в 8 главе Деяний мы читаем о Самаринах. Иудеи не любили Самарина. Для них они были все равно, что язычники. Но в 8 главе мы читаем, что эти люди приняли Слово Божие. Они услышали Слово от апостолов и открыли свое сердце для Бога. Они с радостью приняли семя Слова в свое сердце. И в результате это семя дало добрый плод. Почему? Потому что их сердца были доброй почвой. Они приняли семя Слова и оно выросло. В том регионе выросла прекрасная сильная церковь. пророческие времена. Мы живем в важные времена. Мы поколение откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Пэрри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Пэрри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве, и Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен, исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе, знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей «Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо» и «Битва за Америку». Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Пэристоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Вы только что видели рекламу пророческого саммита «эпические времена». Когда мы делаем наши программы, мы учитываем, что эти программы будут смотреть и в других странах, поэтому мы не делимся всей информацией, какую даем во время проповеди. Но получая наши наборы в аудио или видеоформате, вы получаете неотредактированную версию проповеди. Это предложение будет действовать короткий период времени. И также, я хочу, чтобы вы знали, что приобретая наши ресурсы, вы помогаете нам оплачивать трансляцию нашей программы. Мы хотим поблагодарить телеканалы, которые транслируют нашу программу. Мы очень ценим вас. Спасибо за то, что вы делаете по всему миру ради Евангелия. Всегда поддерживайте ваш местный христианский телеканал. Они в вас нуждаются. А также мы выходим на светских каналах. Я верю, это станет благословением для очень многих людей. Моя цель — спасение душ. И я хочу, чтобы люди были проинформированы о том, что происходит в мире, в особенности с точки зрения библейского пророчества. Если вы не знакомы с библейскими пророчествами, позвольте сказать вам, что то, что происходит в мире — цунами, землетрясения, пандемия. Это часть того, что предсказывал Христос и апостолы и пророки о времени перед возвращением Христа. Надеюсь, что вы смотрите нас каждую неделю, чтобы понимать, в какое время мы живем. Если вы пропустили одну из наших программ, вы всегда сможете посмотреть ее на нашем YouTube-канале. Также я хочу заранее сказать, что несмотря на то, что из-за ковида мы не планируем поездки в другие города в ближайшее время, уже в мае-июне мы хотим начать делать выездные служения. Мы хотим отправиться на Аляску, а также 1 июня у нас в Кривленде пройдет международный саммит. Мы планируем провести в этом году и молодежный Вориор-фест, а в июле мы проведем конференцию в Кентукки. В августе мы будем в Западной Вирджинии, а осенью в октябре нас ждет конференция «Главное событие». Я советую смотреть график на нашем сайте, а также мы будем сообщать о наших мероприятиях в соцсетях. Спасибо, что прослушали наше объявление. Не забудьте заказать наш ресурс. Ну а мы возвращаемся к программе.